Всем привет! Сегодня я расскажу про небольшой, но очень интересный набор 9641 серии Education. Вообще, я его считаю техником, потому что это комплект пневматики, но он неспроста все-таки называется Education. Коробка маленькая, но очень тяжелая. Я даже взвесил, 700 грамм весит. Посмотрим, что там они такое положили. Кирпичи, наверное. На оборотной стороне показано, что мы можем собрать некоторые модели, но в комплекте с еще одним набором 9632. С одной стороны, это, конечно, плохо, что здесь нет деталей, чтобы собирать эти модели. Здесь только пневматика. С другой стороны, это круто, потому что цена, соответственно, низкая. Здесь нет ничего лишнего. 31 деталь всего написано. По факту здесь 15 деталей и еще 16 шлангов. Ну что, будем открывать. Вот точно кирпичи. Такая вот стопка инструкции. Они без пленки, перевязаны ленточкой. Соответственно, для всех четырех моделей, которые загружены на коробке, здесь вот куча этих книжечек. И всего один пакет. Пакет с детальками. Сейчас на них посмотрим поближе. Еще написано, что это хрупкие вещи, не нужно их кидать. Вы видите, что очень много пневмошлангов разных цветов и длин. Вот здесь коротенькие, подлиннее, еще подлиннее и парочка длинных. Белый баллон для сжатого воздуха встречается только в этом наборе. В серии техник они синего цвета. Ну тут белый, симпатичный. Здесь у нас есть отдельно запечатанный, причем скотчем, манометр. Есть вообще только в этом наборе. Больше нигде не встречался. Это реально действующий манометр. Он измеряет давление воздуха в системе. Покажу чуть позже, как это работает. Очень прикольно выглядит. Ну, нереально круто. Что отличает цилиндры серии Education от серии техник? То, что они прозрачные. И ты видишь, как они работают. Реально понимаешь, как двигается поршень в цилиндре. Это очень круто выглядит. Действительно, это познавательно. И это полностью оправдывает название серии. Вот все прозрачно сделано, кроме клапанов. Мне кажется, было бы прикольно, чтобы они тоже были прозрачные. Ну, они здесь обычные. Ну и кучка соединителей. Помпа большая и маленькая. На манометре две шкалы, вот в черной атмосферах. Я подключил к маленькой помпе его, потому что, чтобы постепенно росло давление, большая помпа почти сразу до максимума закачиваю. Вот так вот это работает. Три атмосферы. Три с половиной атмосферы. Ну вот, предел. Ух ты, даже шланг слетел. Сейчас еще раз повторим. Только не буду закачивать так, чтобы покажу еще, как давление стравливается. Вот до трех атмосфер я накачал. И дальше можно плавно... плавно. Если таких несколько сделать самоделки, будет выглядеть очень прикольно. Ну и чтобы продемонстрировать наглядность работы этой системы, я собрал такую простенькую схему. Помпа и цилиндр. Очень быстро, конечно. Сейчас попробую померить. Ну, надо было, наверное, маленькой помпой тоже качать, но в помпе тоже видно, как идет поршень. Вот так. Здорово, очень здорово, конечно, что они прозрачные. Выглядят классно. Этот великолепный набор вышел в 2008 году. Ну, новый, несмотря на это, через интернет его еще можно найти. Больше всего меня, конечно, впечатлил манометр. Сейчас я работаю над новой самоделкой для пневматического конкурса, который на Эвербрикс сейчас проходит. Может быть, даже я манометр туда встрою. Действительно, он суперский. Это стрелка. Туда-сюда. Ладно, отвлекся немного. В общем, кому нужна пневматика, очень полезная вещь. Правда, цилиндры, да, специфического цвета. То есть, наверное, в каких-то самоделках, может быть, они будут как-то неудачно смотреться. Но, с другой стороны, тоже желтые цилиндры не везде подходят. Жалко, что они только желтые. Ну, желтые и такие прозрачные. Было бы, конечно, интереснее, если бы они были там красные, синие, еще какие-то разные. Ну, пока нет. В общем, рекомендую, кому надо. Классный ресурсный набор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова